Приветствую всех искреннолюбивших Господа Иисуса Христа. Сегодня хочу с вами поговорить об искушениях. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих говорится так. «Вас постигло искушение, при том человеческое, и верен Бог, что не попустит вам искушение сверх сил, но при испытании даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Бог верный в своих действиях. Но мы часто встречаемся с испытаниями, и мы не знаем, по какой причине это допускается. Именно Слово Божие говорит об этом так. «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога». Когда мы замечаем, что Иаков испытания разного рода и мудрость соединяет вместе, это только для одного, чтобы мы спросили у Господа, почему допускается то или иное испытание в нашей жизни. Когда мы понимаем, осознаем цель испытания или искушения, мы только тогда начинаем как бы спокойно это вести. Испытание просто так человек не может от Господа принимать. Не может человек это. Обычно человек спрашивает себя, почему случается то или иное действие в моей жизни, почему это допускается. И Бог отвечает. Бог отвечает на это. Бог нам дает это знать. Почему? Потому что Он в жизни Сына Своего показал, как Он хочет с нами действовать. Как Он действует естественным образом. Испытание, любое испытание имеет цель. Бог поставил человека в Эдемском саду, чтобы человек мог возделывать и хрень за этот сад. Вот этот Эдемский сад – это я и это ты. Когда Бог допускает испытание, это именно то средство, через чего возделывается этот сад. Помните, написано так. Псалмопевец говорит, что «Оратые орали на спине моей и проводили длинные борозды свои». Когда ты становишься полем, и над тобой работают. Бог допускает через испытание разные средства. Люди, знающие тебя, не знающие тебя, встречаются. И именно через знающих и не знающих с тобой случается то испытание или другое. И ты проходишь через это. Мы не соглашаемся с этим. Вот процесс, который с нами происходит, только ради одного – чтобы мы с этим соглашались. В жизни Иисуса Христа замечаем этот момент в саду Гевсимане. Он говорил Господу так. «Если возможно, да минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». Он трижды молился. Библия говорит, приблизительно три часа он молился об этом. Он не знал, что Бог послал ангела, и ангел давал ему силу, чтобы он мог это нести. Ему нужно было лишь соглашаться с Богом. То же самое происходит с нами. У каждого из нас свой сад Гевсимане. Мы начинаем там нести свою борьбу. В этой борьбе нет ни одного человека, который может нас поддержать, кроме Духа Божия. Дух Божий послан только для того, чтобы Он поддерживал нас, ходатайствовал за нас, напоминал нам слова Иисуса Христа, напоминал нам заповеди Бога Живого и подкреплял, чтобы наш Дух получал то свойство, то возможность, которую имеет Дух Святой, чтобы нам возможно было это перенести. Через каждое испытание, когда мы проходим это испытание, приходит еще большая волна. Почему? Если посмотреть на человека, человеческое естество такое, что когда Аврам прошел голод, он прошел определенный голод. Он узнал, что такое голод. И он собрал определенное количество богатства. Почему? Потому что после себя он оставил своего сына, потомка своего. И его потомок должен был пройти. А в мышлениях Авраама вот этот голод не прошел. И он собрал определенное количество для того, чтобы если это случится в жизни Исаака, Исаак мог это перенести на Бог Мудр. В жизни Исаака случилось голод. Но написано так, что больше того голода, сильнее того голода, которое было в жизни Авраама. Потому что Бог хочет, чтобы каждый человек проходил свое поле голода, свое поле испытания, свое поле битвы. Каждый должен пройти. Потому что через это испытание человек приобретает богопознание. Мы хотим окружать наших детей. Мы звоним им. Где вы? Где находишься? Где ты? Как? Что случилось? Вдруг нету? Час? Не имеем никакой весточки? Или день или месяц? Не имеем весточки? Мы как мертвые. Про Иакова написано, что 22 года, 22 года он не знал ничего о своем сыне. Когда продали Иосифа, 13 лет он сидел в тюрьме приблизительно. Когда ему было 30, он стал перед Богом, то есть перед фараоном. Потом написано, что прошли 7 лет хорошего урожая, и уже было 2 года прошедших урожая, когда Иаков узнал, что Иосиф Шиф. Итак, 2 плюс 7, 9, 13 плюс 9, 22 года. 22 года он ничего не знал. Если я и ты не будем знать о наших детях 22 года, где они, что, что будет с нами? Останемся ли мы на духовном месте? Не оставим ли мы наше служение? Будем читать Писание, будем ходить на собрания, будем проповедовать Иисуса Христа, будем говорить о Царстве Бога Живого, будем привести души к Богу. Сделаем это. Останемся на месте. Итак, испытание происходит в нашей жизни только для того, чтобы мы приобретали богопознание. Про Иисуса Христа написано в Евреям, что он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могушему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговорение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Это слишком дико. Как во Христе не было послушания, было послушание. А как? Что это такое? Как он научился послушанию? Это послушание переводится как «согласие с Богом», как «согласие с той чашей, которую Бог давал ему пить». И в конце его жизни он дал свое согласие пить эту чашу. Пришли к нему два великих пророка, Моисей и Илья, обсуждали очень важную тему. Об исходе его из мира сего. Ты должен выйти из мира сего. Этот мир для тебя должен быть распят на кресте, и ты должен быть распятым на кресте для мира сего. Вот этот процесс самый важный в жизни. И в твоей жизни это происходит. И как ты выйдешь из мира сего? Тогда, когда ты уже вышедший из мира сего, для тебя легко принимать чашу, которую Бог дает тебе. Эта чаша – горькая чаша. В молитве первосвященника 17.25 Иоанна написано так, что «И мир тебя не познал, но я познал тебя». Каждое испытание добавляет богопознание в нашу жизнь. Семнадцатый статик говорит Иоанна, «Се же есть жизнь вечная, да знают тебя». Жизнь вечная – знать бога. Знать бога. А если знать бога, «Отче, и мир тебя не познал, а я познал тебя». Опознание приходит через испытание. Каждое испытание – это один из углов, откуда мы смотрим на действия бога. Мы, если смотрим с другого угла на этот процесс, мы не оправдываем бога, мы оправдываем себя. Но когда мы приближаемся к богу и замечаем, что он делает, тогда мы начинаем его оправдывать, потому что нам открывается вот эта тайна. Почему? Для чего? По какому смыслу бог это допускает? Что он имеет в виду, что основополагаясь на это, допускает это или иное испытание тани в нашей жизни? Мы теряем близких людей, мы теряем общины, мы теряем, значит, наши многие человеческие приобретения, которые мы приобрели в нашей жизни, за которых мы очень много жертвовали. Потом с нами вот этот процесс происходит. И испытание приходит в нашей жизни. Во время испытания Бог действует многогранно. Во-первых, Он смиряет нас, чтобы мы не убегали от Бога, чтобы давали Ему возможность действовать. Во-вторых, Бог через это открывает, насколько мы послушны Богу. В-третьих, Бог проявляет в нас голод, стремление к Нему, голод Слово Божие. В-четвертых, открывает новое состояние, пока познание. И Он дает нам манну кушать. Что за манна? Разве это не детская пища? Это та сокровенная манна, которую Бог дает человеку, когда он побеждает. Это книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Вот это сокровенная манна. Мы познали Христа. Мы познали Бога. Поэтому сейчас находимся на Его пути. Но мы еще будем познавать и Бога, и Христа. Потому что это бесконечность. Потому что это Бог. И каждый раз, когда мы приближаемся к Богу, мы познаем Бога и Христа на одном новом уровне. Вот почему Он нас от испытания в испытание. Потому что Он нас ведет от познания к познанию. От славы в славу. Каждое испытание в себе имеет не только уничижение, но и славу. Потому что они идут вместе. Если мы не будем пройти это уничижение, апостол Павел говорит, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть приговоренными, как бы приговоренными к смерти. Ибо мы стали позоришем для мира, для человеков и для ангелов. Мы как прах, попираемый всеми. Мы как ссор для мира всего, для людей. Как же так? Я ссор, я прах. Да, да. Если не так, Бог никогда не откроется во мне. Так что? Мне стать бомжом? Никогда. Но вы посмотрите на образ Христа. Нет в нем ни вида, ни величия, который нас привлекал бы к нему. Есть ли у тебя вид и величие, которым привлекаются люди? Если это величие есть, ты не тот. Но когда ты, камень преткновения и соблазна, но когда к тобою притыкаются, притыкаются и верующие, и неверующие, и люди освященные и неосвященные, и просвященные порой тебя не понимают, и те люди, которые мощные пророки, как Иаков, который не понял, что делает Бог в жизни своего сына Иосифа, все может случиться, и Бог именно этим процессом действует в тебе и через тебя. Итак, Бог, когда допускает уничижение в твоей жизни, Он дает вместе с этим и славу, потому что ты начинаешь познавать Божию славу, когда Бог приказал истимово сиять свету, Он озарил наши сердца светом познания славы своей в лице Иисуса Христа. Мы познаем славу Божию. А что обозначает, что ты во время испытания и искушения познаешь славу Божию, потому что Бог никогда, тебя мой дорогой брат и моя дорогая сестра, никогда не оставит в уничижении. Он обязательно дает тебе и даст тебе вкушать его собственную славу. Он тебя без своей божественной славы не оставит. Там, где ты уничижаешься, там Бог тебя в несколько раз большее прославляет, нежели допускает уничижение. Таков Бог. Его всякое испытание приходит, чтобы не уничтожать, а наоборот поднять, поднять. Любое испытание Божие таково. Мы читаем в молитве «Отче наш» «Не веди нас в искушение», то есть не допускай это в нашей жизни, но избавь нас от лукавого. Потому что если у нас есть сила для определенной тяжести поднять эту тяжесть, например, у нас есть возможность и сила для трех тонн, мы можем поднять три тонны. Однако дьявол хочет и стремится делать так, чтобы добавить один грамм. Один грамм на эти три тонны, потому что он четко знает, что у нас есть только на три тонны поднять эту тяжесть. Когда у нас это не получается, и получается, что мы падаем в этом плане, и это в количках, потому что Бог с нами, и мы с Богом, то окружающая среда замечает не три тонны, которые мы поднимаем, а один грамм. И нам говорят, эти же люди нам говорят, «Вы что, не сможете вот этот грамм нести? Что это такое?» Потому что им не открывается тайна трех тонн. А когда Бог замечает это, и мы молимся Господу, чтобы он не допустил, чтобы враг душ человеческих вот подходил к нам, тогда, когда Бог допускает его подход к нам, он дает и уже добавочную силу. Он дает добавочное масло для нашего светильника, он дает добавочное терпение для нас, чтобы они могли нести все это. Он дает все это. Итак, испытание дается только для пользы. Любое испытание на любом уровне. Но мы должны четко знать, что если мы испытываемся где-то, потом приходит огненное испытание, огненное искушение. Для чего и апостол Петр говорит, «Не чуждайтесь». Не чуждайтесь, как чему-то, значит, чуждому с вами приключившимся, когда что-то с вами приключается. Чужое. Это есть. Огненное искушение нужно, чтобы ты мог знать, какое у тебя строение. Как апостол Павел говорит, что на этом основании, что есть Христос, ты можешь строить из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева сена солома. Но если не будет вот это огненное испытание, ты никогда не узнаешь на земле, какое твое строение. А Бог хочет, чтобы ты знал твое строение. И всякий раз, когда твое строение горит, это хорошо, что это горит, потому что ты приобретаешь новый стройматериал. Как вы думаете, когда человек приходит к Богу, он сразу начинает строить из золота? Это невозможно. Любой человек строит из соломы, из семы, строит из дерева, строит, потому что это легко. Человек не знает, что такое трудность в духовной жизни. Поэтому он не знает, что такое могущественное испытание, что такое сад Герсимания, колгофский крест. Потом вразумляется это. Потом Бог начинает укреплять, усилить человека в этом плане. Поэтому он строит из сена, из солома. И вдруг испытание это горит. О, я не кудышный, о, я не путевый, о, я не могу. Да, ты не сможешь. Посему и ты начинаешь познавать, что Бог сможет. Ты не сможешь. И ты начинаешь учиться прибегать к Богу. И вдруг замечаешь, что у тебя уже здание из дерева. Да, испытание приходит. Это тоже горит. Но это долго горит. Это немножко держится. То есть, тогда ты не мог терпеть. А сейчас у тебя побольше стало терпения. Другие это не могут замечать. Вроде ты снова упал. Но ты знал. И ты знаешь, что ты уже не так упал, как тогда. Это ты знаешь, что есть польза. Потом уже появляется у тебя драгоценный камень. Вдруг огонь подходит, и ты не горишь. Здание стоит. Потом появляется серебро. Огонь подходит, не горишь. Красиво. Потом появляется золото. Огонь подходит, пламя подходит. И ты не горишь, ты стоишь и не хвастаешься, а гордишься Богом. Потому что 43 глава книги Исаии Пророка говорит, пройдешь через воды, воды не потопят тебя. Через огонь пламя не опалит тебя. И ты уже становишься тем, кем хочет Бог видеть тебя. И ты помогаешь другим людям именно быть таким, как ты. Твоим образом, как ты прошел эти пути, ты помогаешь другим людям пройти эти пути. И твой пример жизненный очень важный. И люди смотрят на тебя. Ты проходишь терпение, они тоже. Ты проходишь путь, они тоже. Почему? Они говорят, если он терпел, мы тоже сможем. Если он прошел этот путь, мы тоже сможем. Это очень красиво. Поэтому ты мой дорогой брат и моя дорогая сестра, очень важна ваша жизнь, очень важна вы для всех братьев и сестер, которые проходят испытания на земле. Чем больше вы проходите эти испытания, тем больше вы познаете Бога, тем больше вы приближаетесь к Нему, и тем больше Бог проектирует свой образ и подобие на вас. Потому что каждый раз через испытания Он проектирует свой образ и подобие на тебе. И ты становишься буквально похожим на Бога. И всякий, встречающийся с тобою, фактически встречается с Богом, с Его свойствами, с Его качествами, с Его терпением, с Его любовью, с Его долготерпением. Таков Бог. Слава Господу за любое испытание, за любое искушение. Да поможет нам Господь это разуметь и понять. Пусть Бог благословит. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мир Дому Вашему. Продолжение следует... Продолжение следует...